Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, братья и сестры! Это было, скорее всего, еще в школе. То есть прошло 20 лет, как я последний раз ее читал, и я с радостью снова ее перечитал. И, вы знаете, очень полезно время от времени перечитывать хотя бы школьную программу, потому что те произведения, которые... Ну, конечно, я учился еще 20 лет назад, и, может быть, программа была немножко другая, но, тем не менее, те произведения, которые мы с вами в школе проходили, их полезно перечитать именно сейчас, спустя какое-то время, потому что воспринимаются они совершенно по-другому, и, может быть, в юношестве ты не всегда понимаешь тот смысл, и не все для тебя раскрывается то, что автор хотел показать. Так вот, «Маленький принц» — замечательная книга, замечательная сказка, даже не только сказка, наверное, это и притча. И множество людей называет этот труд очень интеллектуальным. Кто-то говорит, что это такая философская сказка, которая человека заставляет посмотреть на мир по-другому, заставляет задуматься. Но, что бы ни говорили, наверное, и каждый человек, и верующий, и неверующий, почерпнет для себя массу полезных вещей, и действительно, эта книга заставляет задуматься о многом. И я бы как раз в сегодняшней передаче хотел и с вами поговорить бы о ней, о «Маленьком принце». Любой человек увидит в этой книге множество аллегорий. Ну, естественно, я как человек верующий, как священник, для меня очень многие вещи именно совпадают с евангельскими истинами. Может быть, и некоторые герои, они тоже похожи на каких-то, сегодняшних людей, на моих знакомых, на ваших знакомых каких-то. Что говорить, и себя я нахожу тоже в этой книге, в тех людях, которые там перечислены, в тех персонажах. Ну, вот смотрите, действие открывается в пустыне, когда летчик, один из главных героев, терпит, можно сказать, такую аварию, поломку, и садится в Сахаре, в пустыне, где нет ни одного живого существа на много-много километров. И вот он, находясь практически на волосок от смерти, потому что запаса воды у него хватит максимум на неделю. Сотовых мобильных телефонов тогда не существовало, и какая-то связь, надежда на то, что его найдут, ну, была равна, наверное, какому-то чуду. И вот, смотрите, действие происходит в пустыне, и вот вам такая первая же аллегория, как пустыня — это то место, где человек может посмотреть внутрь себя, где он, оторвавшись от какой-то мирской суеты, оторвавшись от привычного круга общения, от близких ему людей, он остается один на один с собой, он остается один на один с небом, с Богом. И вот недаром мы с вами считаем, как многие подвижники бросали мир и уходили в пустыню. Вот смотрите, какая первая такая аллегория, да, вот летчик попадает в пустыню, как бы, ну, он, может быть, вынужденно попадает, да, не по своей воле, но, тем не менее, он остается один на один самим, сам собой. И вот он слышит детский голос, который просит нарисовать ему барашка. И после долгих попыток он рисует, наконец-то, ящик, в котором вот содержится этот барашек, где он там спит, отдыхает. И мы с вами в самом начале книги читаем о том, как в детстве герой тоже пытался нарисовать слона в удаве, но вот взрослые почему-то думали, что это все-таки больше похоже на шляпу, и просили его больше не рисовать таких странных вещей. Итак, в пустыне летчик встречает маленького принца, мальчика, который говорит, что попал на планету Земля с другой звезды, которая находится далеко. И там, на его родной планете, крохотной, есть несколько вещей, которым он занимался. Он вставал рано утром, чистил вулканы, и даже потухший, потому что вдруг он проснется в один прекрасный момент. Он освобождал планету от Баобабов. И еще у него была роза, прекрасный цветок, который был очень дорог для маленького принца. Но вот мы потом с вами, углубляясь дальше в книгу, узнаем, что летчик — это не первый человек, с которым повстречался маленький принц, когда он начал свои путешествия. Что до этого он видел многих людей, и он потихоньку рассказывает летчику, с кем он повстречался, что он увидел, и какую пользу он извлек от общения с этими людьми. И вот опять первое, что мне так запало в душу, на обложке книги было написано слова маленького принца. Встал, умылся, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету. И сразу подумал, как здорово написано. И это ведь можно про каждого человека сказать. Встал, умылся, приведи в порядок свое сердце, свою душу. То есть помолись Богу. Или наоборот, и ложишься спать. И также подумая о том дне, который прошел сегодня, также приведи в порядок свои мысли, свои чувства. Вот устрой свою планету, да, свой такой вот микрокосмос, то, чем ты живешь и в чем ты живешь. И вот вам еще одна аллегория такая. И вот дальше, смотрите, маленький принц путешествует с одной планеты на другую, и он встречает различных людей. Это и король, который любит повелевать, который привык, что его беспрекословно слушают. Ну и что, что он один всего лишь на своей планете. Он очень обрадовался, когда увидел другого человека, маленького принца, и сразу же начал командовать, чтобы его слушались, потому что он монарх. Далее маленький принц видит на другой планете чистолюбца человека, которому очень приятно, когда перед ним снимают шляпу, когда ему воздают какие-то хвалы. Дальше он видит пьяницу, фонарщика. И эти люди, маленький принц, о них выносит такое суждение. Вот какие они странные, эти взрослые, да, как они странно мыслят. Делец, который постоянно занят вроде бы, который пересчитывает звезды, говорит, что владеет ими. И маленький принц не понимает, а как же ты ими владеешь? Да очень просто. Я их сочетаю, я напишу число на бумажку и положу в банковский сейф, в какую-то ячейку. И вот эти звезды будут мои, потому что я первый додумался до них. И вот читая эту книгу, читая вот эти вот такие маленькие рассказы, разделенные на главы, ты видишь, что все это копится в твоей душе. И вот это чистолюбство, и вот эта попытка проявлять другими людьми, и тот пьяница, который не видел дальше своей бутылки ничего, и тот делец, который заботится, который весь завяз в этих цифрах, вот все, все это мы с вами, дорогие братья и сестры, все это мы в своей земной суете, в своей попытке укрепиться здесь на земле и понять, что вот то, чем мы живем, это вот самое главное. И некогда посмотреть на небо, некогда посмотреть на звезду, некогда убраться в своей душе, выдергивать вот эти страсти, баобабы, которые мешают нам жить. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами, призываю на вас Божьи благословением. До свидания. Божьи благословением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ